Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Очень важном дне этой недели, поскольку сегодня у нас отчет по состоянию американского рынка труда ADP. Как вы знаете, это та статистика, которая предваряет данные по Non-Farm Parals. А это как раз и релиз у нас на эту пятницу. Плюс ко всему, сегодня в 21.00 по московскому времени нас ожидает публикация процентной ставки ФРС. За который последуют комментарии. Мы уже неоднократно говорили об этом событии, пытались спрогнозировать возможные изменения монетарной политики. И в целом пришли к выводу, что, скорее всего, нам не стоит сейчас настраиваться на то, что монетарная политика претерпит серьезные изменения. Ну, то есть какие-либо вообще. Почему? Потому что если ФРС так долго готовится к решению по повышению процентной ставки, он должен быть четко уверен в том, что не создаст каких-то панических настроений, не повысит чрезмерно турбулентность. Это решение будет применяться в условиях также довольно спокойного рынка. Ну, не тогда, когда буквально через несколько дней должны пройти еще президентские выборы. Ну, и как я уже отмечал, наверное, логично предполагать, что после решения по процентной ставке, особенно когда она будет повышена, лучше бы нам послушать госпожу Елен и получить пояснение по поводу фактически принятого решения и получить ответы на те вопросы, которые нас интересуют по дальнейшим планам. Поскольку в ходе этого заседания мы понимаем то, что пресс-конференции не будет, значит, вероятность того, что сейчас будут изменять процентные ставки, конечно же, не такая уж и большая. Куда меньше, чем по итогам декабрьского заседания, на которое мы вот обрисовали уже вероятность подобных изменений свыше, чем 70%. Я думаю, что если мы на фоне последних элизов, опять же, по индексу производственной активности сделаем акцент на то, что вероятность таких изменений уже чуть ли не около 80%, мы будем правы, потому что действительно ситуация макроэкономическая улучшается, мы получаем регулярный прогресс по рынку труда, мы знаем то, что инфляционные ожидания имеют определенный посыл для дальнейшего роста и базисы, и тому инфициент производителей, общие показатели инфляции, рост зарплатных вклад. У нас есть еще и хорошие цифры по динамике строительства и состоянии рынка недвижимости, и вчера мы убедились в том, что и производственный сектор также на очень хорошем уровне. Сфера услуга, мне кажется, если особо уж не пытаться найти негатив, в целом медиана тоже сохраняет достаточно высокие показатели. Но скепсис в отношении ряда представителей, точнее даже троих представителей ФРС, он все равно присутствует. В частности, протоколы, которые мы будем анализировать, точнее, комментарии получим после решения ФРС, способны будут пролить свет, опять же, на дальнейшие планы. Посмотрим, что изменилось, опять же, в расстановке осил после последнего блока статистики. Я надеюсь, что оптимизм стал все-таки преобладать, и возможно, что мы увидим все-таки перемену решения тех трех представителей ФРС, которые по-прежнему не видят оснований для ужесточения монетарной политики и считают, что американская экономика пока что к этому не готова. Но все-таки немножко мы затянули сейчас с перспективами доллара и тем, что может произойти. Давайте не будем нарушать наш сценарий. У нас о нефти, здесь нам также есть о чем поговорить. Бренд снижается, и снижается довольно лихо. В частности, сейчас котировки 47.84, закрытие дня 47.89, торговой сессии вторника. Можно сказать то, что с локальных максимумов, которые были показаны на прошлой неделе, бренд уже потерял больше 12%. Согласитесь, это очень много. И это явно говорит уже о том, что мы имеем дело не с локальной коррекцией. Скорее всего, это самый настоящий, нисходящий тренд, который набирает силу. И сейчас мы закладываем, опять же, в топку вот эту коррекционную идею. Четкое понимание к представлению того, что сомнения на рынке по поводу потенциальных договоренностей увеличиваются. Встреча ОПЕК 30 ноября в Вене. Нет пока позиции, нет позитива, которая позволила бы нам сказать, что вот регионы, которые будут активно лоббировать идею по ограничению добычи, и этого будет достаточно, чтобы стабилизировать ситуацию в целом. Кроме, пожалуй, Саудовской Аравии и еще ряда регионов, которые по значимости куда меньше, чем Саудовская Аравия и Иран, пожалуй, позитива на рынке. И, опять же, фактора вот этого географического того, что нужно отстаивать решение по поводу изменения о планах добычи, сейчас у нас и в целом на рынке нет. Мы продолжаем следить за новостным фоном, за комментариями, помним то, что представители стран, добывающих стран, которые не вхожи в ближневосточный картель, уже четко дали понять, что на себя брать ответственность за решение по ограничению добычи до тех пор, пока не будет солидарной позиции в рамках ОПЕК, не собираются. Россия об этом также явно просинализировала. И если раньше рынок рос на том, что надеялся, что Россия поддержит Саудовскую Аравию, то сейчас позиция уже совершенно иная. И не забывайте то, что мы с самого начала не верили в этот напускной ложный позитив и понимали то, что оснований для этих договоренностей нет, возможностей для ряда регионов, которые отстаивают свою долю на рынке, также нет. И, в частности, Ирак и Иран продолжают искать всевозможные способы, чтобы избежать этих договоренностей. Я думаю, что им удастся это сделать. Может быть, даже еще большим фактором давления, чем сомнения по поводу итогов предстоящей встречи на рынке нефти, выспортила статистика по запасам нефти. У нас американский институт, который вчера опубликовал данные и свою оценку. Я думаю, что вы все уже увидели цифру. Плюс 9,3 миллиона. Это куда лучше, чем мы с вами прогнозировали. Недели ранее был также прирост, плюс 4,8. Но сейчас в два раза больше. И наше, опять же, предположение о том, что сезонное техническое обслуживание ряда нефтепрабатывающих заводов, высокие показатели импорта нефти, будут в конечном счете тащить вверх показатели запасов. Сегодня у нас в 17.30 официальные цифры, они радикальным образом могут изменить настроение. В частности, если официальная статистика от Минэнерго укажет на то, что запасы не выросли, напротив, снизились, мы быстро увидим выкуп того снижения, который наблюдался в рамках вчерашней торговой сессии. Но если все-таки оценка API была хотя бы отчасти верной, ну, то, что со знаком плюс, они не ошиблись, тогда и официальные цифры могут стать не меньшим бустом для коррекционной идеи и стать причиной ухода бренда чуть ли не ниже 47 долларов за баррель. Мы сейчас можем говорить о том, что актив имеет все основания, чтобы терять так много, поскольку посмотрите, насколько затяжным было снижение последних дней. Он, на самом деле, был, может быть, даже менее интересным, чем сегодня, поскольку все-таки официальная статистика, она гораздо круче, чем отчет Американского института нефти. Также я очень надеюсь, что сегодня мы все-таки получим хороший повод для того, чтобы купить американский доллар, и усиление позиций доллара будет в идеале использовано нефттрейдерами в качестве еще одного фактора нагрузки. Мы уже получаем хорошую коррекцию. Нужно все-таки понимать, что вот так без коррекционных рынок валиться не может, несмотря на то, что нам хотелось бы увидеть еще более низкие ценовые значения. Поэтому нужно допустить факт того, что проторговка возникнет в любой момент, консолидация, может быть, даже Brent покажет все-таки попытки вернуться в район 49 долларов за баррель, но это будет только лишь передышка для того, чтобы медведи снова собрались силами и надавили на позиции Brent еще сильнее, чтобы затащить его ниже 47 долларов за баррель и приблизить наши с вами заветные цели 45, это как минимум. Российская валюта против доллара 63,37. Поскольку нефть просела, преимущественным образом получив сигнал для коррекции ближе уже к концу торговой сессии, мы можем говорить о том, что открытие сегодняшних торгов на российской бирже будет связано с явным прессом, который будет оказан на рубль. И если все пойдет так, как мы с вами спрогнозировали, сейчас пара USD-RUB будет нацелена на тестирование сопротивления 64. Я думаю, что до конца этой недели мы сможем добраться до этой планки. Идеально бы даже приблизиться к сопротивлению 65. Европейская валюта против доллара. Хотя здесь, прежде чем перейти на риск, наверное, лучше поговорить про пару USD и иены и сделать акцент больше на американский фундамент и на те настроения, которые были позиционными на рынке Форекс вчера. Вы прекрасно могли заметить то, что трейдеры вчера делали активную ставку на защитные активы, именно на японскую валюту и швейцарский франк. Это произошло по той причине, что снова возросли риски политического характера вокруг предвыборной кампании и президентской гонки в США. Мы сделали акцент в понедельник на то, что расследование ФБР, которое было инициировано в отношении писем, имеющих связь с Хиллари Клинтон, сейчас будет продолжаться. Предположили, что все-таки влияние на рынок уже оказалось чрезмерным по итогам торговой сессии пятницы и рынок уже все эти риски учел. Но оказывается, нет, потому что вчера распродажи доллара были снова существенными. Если мы сейчас посмотрим на оценку общественного настроения, на количество голосов, которые в адрес и в отношении Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, вы сможете увидеть то, что все-таки поддержка у Хиллари Клинтон прошатнулась. И шансы на то, что овальный кабинет займет Дональда Трампа выросли. Поскольку Дональд Трамп ассоциируется в случае его победы с слабым долларом, трейдеры, собственно, решили сделать ставку на это уже сейчас, хотя бы в формате такого спекулятивного интереса. Поэтому ослабление американской валюты вчера было сопряжено только вот с этой политической темой из США. Если мы посмотрим на статистику и фундамент, напротив, на рынке было очень много факторов, которые указывали на то, что пара должна расти. Во-первых, день у нас начался с публикации ставки со стороны Банка Японии, после чего состоялась пресс-конференция руководителя Банка Японии Курады, где он в очередной раз подчеркнул тот факт, что до достижения целевого показателя по инфляции японский регулятор будет использовать все возможные стимулы, в том числе не все-таки допуская, точнее, возможности еще большего снижения ставок и проведения валютных интервенций тогда, когда в этом будет острая необходимость. После этого трейдеры переключили свое внимание на статистику из США, ее было очень много. Это данные по индексам производственной активности PMI, ISM и отчет по разгону инфляции, также по версии ISM. Здесь буквально вся статистика лучше прогнозов и даже прошлых оценок, в частности PMI. 53,4 с 53,2, ISM по производственному индексу 51,9 с 51,5 и индекс разгонной инфляции 54,5 с 50,3. Этой статистике, если бы мы не говорили про последствия вот этих разбирательств в адресе Хилдри Клинтон, стали бы серьезным бустом для американцев. Мы точно бы увидели уверенное закрепление пары выше 105. Но вот в игру вмешался вот этот локальный политический форс-мажор, и нам сейчас приходится с ним считаться. Как только настроение все-таки улучшится, как только мы вместе со всеми, кто наблюдает за предвыборной гонкой, убедимся в том, что все-таки электорат за Хиллари Клинтон, а не Дональда Трампа, тогда доллар снова начнет постепенно отрастать, оставив на то, что победа Хиллари будет, опять же, ознаменовывать период полученного спроса на американскую валюту. Но здесь, если разобраться вот совсем вот в этой политической теме, не так уж все и однозначно. А, к примеру, даже победа Дональда Трампа может стать причиной резкого роста американца. Этого не знает никто. Но я не хочу, чтобы вы забывали про тот, скажем, момент, который позволяет нам говорить о том, что Дональд Трамп явно лоббирует идею более скорого повышения процентной ставки, насколько хочет активно влиять на Федеральную резервную систему. Если рассмотреть его победу в таком ключе, то есть с позиции ужесточенной монетарной политики, то, возможно, его президентство станет даже еще большим бустом для американской валюты. Но это все гадания на кофейной гуще. Предполагать можно сколько угодно. У нас 8 ноября, это, наверное, и, по-моему, даже следующий вторник. Дата, которая уже в непосредственной близости, нам остается только дождаться и воочию понаблюдать за тем, как на это отреагирует доллар. Что касается, опять же, европейской валюты. Если вернуться к евро, то здесь у нас старая, добрая, классическая теория, когда снижается спрос на американскую валюту и растет спрос на защитные активы, как японскую валюту, параллельно начинает активно расти и евро, как валюта фондирования и финансирования. Это, скажем, это правило вчера было соблюдено, и мы увидели то, что евро действительно защищался серьезным ралли. В частности, сейчас актуальные котировки 1,1065, можно сказать то, что за сутки европейский валютный актив прибавил порядка одной фигуры. Это только на настроениях политического характера. Системно же по-прежнему евро остается среди тех инструментов, которые нужно распродавать. Вы помните, в целом и последние отчеты, и наши ожидания изменения монетарной политики, они указывают на то, что евро должно котироваться ниже отметки 1,10. Тем более, что наша любимая с вами идея, которая позволяет оправдать потенциал значительного коррекционного понижательного ралли для европейской валюты, это контраст монетарных политик, потому что ЕЦБ, если и не будет дополнительно, более агрессивно смягчать экономическую политику, то, по крайней мере, уже находится в таком векторе. А вот ФРС у нас напротив в одном шаге от того, чтобы ужесточить монетарный курс. Я считаю то, что возвращение евро ниже планки 1,10, это вопрос в прямом смысле самых ближайших дней, и надеюсь, что вы разделяете саму эту оппозицию. Дальше идем. Фунт против американца. Здесь немножко остановимся подробнее. Сейчас котировки 1,2245. Вчерашняя сессия, собственно, как и предыдущая, была довольно волатильна. Фунт очень хорошо начал день. Мы видели повышенный спрос на этот инструмент на азиатской сессии, большей части даже европейской. И этот позитив был связан с сообщением о том, что председатель Банка Англии Карни решил сохранить свои председательские полномочия до, как минимум, июня 2019 года. Это оказало положительное влияние на британцев, поскольку трейдеры решили, что если Карни остается у руля денежных властей, то можно рассчитывать на более устойчивый, более последовательный переход к новым формирующимся отношениям с странами ЕС. И то, что остался старый представитель британского регулятора, в тот момент, когда Англия переживает один из самых, возможно, трагичных этапов своей истории, расставание с Европейским Союзом, это также позитивный момент. Но интерес к фунту пропал так же быстро, как и, собственно, возник. Я думаю, что это было связано с тем, что трейдеры, немножко углубившись в перспективу денежно-кредитной политики, осознали тот факт, что руководство Карни будет связано с сохранением прежнего мягкого экономического подхода к политике денежно-кредитной. И следующим шагом такой мягкой политики может стать еще одно снижение процентной ставки, о чем мы уже услышали. В частности, завтра у нас супер-четверг, очень много отчетов по Британии, в том числе и публикация процентной ставки. Конечно же, вероятность того, что ее снизят, крайне низка. Ну, к примеру, как вероятность того, что ставку повысит сегодня в РС. Но эта идея в качестве спекулятивного интереса и возможность такого сценария, она, конечно же, присутствует на рынке. И даже если мы сейчас не увидим, а мы не увидим, серьезных изменений в монетарном, в основных параметрах денежно-кредитной политики, мы будем понимать то, что при ухудшении ситуации британский регулятор будет готов вернуться к еще более агрессивным стимулам, возможно, увеличить выкуп активов, либо снизить процентную ставку, что будет выступать негативным фактором для британцев. Дополнительное давление на фунт оказал еще отчет по производственной активности, который был опубликован вчера, по факту цифр, которые мы увидели, 54.3 с прошлого, 55.5, то есть снижение. Но все равно индекс держится выше 50, что является сигналом восстановления. И поспособствовал, в принципе, хорошей статистике, факт резкого ослабления британца, который повысил конкретно способность национальных производителей. Но поскольку отчет не дотянул до прошлого релиза, трейдеры высмотрели в этом негатив, вы решили, что следующая статистика по строительству, которая будет опубликована сегодня в 12.30, также не дотянет до прогноза. А потом уже и сфера услуг в большей степени разочарует, что может оказать пресс, соответственно, на британца против основных конкурентов. И усилить вот эту коллекционную динамику сегодня имеют все основания ожидания ужесточения монетарной политики и повышения какосочных процентных ставок в США. Об этом более конкретно мы получим свидетельства и сигналы. Вот уже сегодня в 21.00 по московскому времени, когда у нас ФРС, собственно, представит обновленные параметры своего национального монетарного курса. Традиционный отчет поздним вечером. Безусловно, нам нужно быть бдительными в этот период, потому что волатильность, сами понимаете, будет значительно буквально по всему спектру финансовых активов и инструментов. Дальше идем. Австралийц против доллара. Вчера после решения процентной ставки мы видели, как Австралийц снова начал пользоваться спросом, практически добрался до отметки 0.77, хай состоял 0.7687. Но сил, чтобы двинуть выше, не хватило. То есть сопротивление снова устояло, откуда начались активные продажи. Сейчас котировки по Австралийцу против доллара 0.7630. Я не сомневаюсь в том, что Австралийц будет дальше снижаться. Инфляционные ожидания, общий показатель инфляции находится на низком уровне, по-моему, 1,5%, в то время как цель в диапазоне 2-3%. Мы периодически слышим мягкие комментарии о том, что новые стимулы могут быть проявлены в монетарной политике. И единственный позитив, за который сейчас кто-то цепляется в отношении австралийца, это высокие цены на главные экспортные ресурсы. Это железную рыбу и уголь. Но, конечно же, конъюнтура ценовая очень быстро меняется. Вот, к примеру, стоит Китаю снова выкатить блок слабых макроэкономических данных, как мы снова будем наблюдать о снижении вот тех товарных активов, которые я сейчас назвал. И если австралийца так позитивно отреагировал на факты хросса, то может столкнуться с серьезными продажами тогда, когда это цель начнет терять в своей стоимости. Доллар, франк и евро в связи с действием нужно говорить про крайне стремительное и резкое выкрепление франка, которое мы наблюдали вчера, как против доллара, так и против европейской валюты. Вот по USD-свеси сейчас котировки 0.9731, по евросвеси 0.10770. По евросвеси я предлагал вам придерживаться длинной позиции, поскольку был у нас сакральный уровень 1.08, который мы полагали пробить не удастся. Вот с этого уровня, конечно же, нужно было покинуть пару, поскольку он выступал у нас уровнем стоп-лосса. Теперь остается дождаться, пока пара евросвеси снова окажется выше этого рубежа и снова покупать, поскольку вчерашние комментарии Джордана, который возглавляет Национальный банк Швейцарии, ничуть не изменили прошлой риторики. То, что ставки будут оставаться на столь низких отрицательных рубежах, валютные интервенции также будут проводиться с одной целью, чтобы ослабить курс национальной валюты, потому что дорогой франк подрывает устойчивость экономического восстановления всей Швейцарии. Но, судя по тому, как франку удалось вчера окрепнуть, не очень-то верится, что Национальный банк Швейцарии по-прежнему придерживается прежней позиции по валютным интервенциям. Вот где они были тогда, когда мы в них так нуждались, как те трейдеры, которые делали ставку именно на ослабление франка. Но я надеюсь, что Национальный банк Швейцарии последует делом за словом и все-таки осуществит, проявит их в ближайшее время. Возможно, в порядке новостей мы об этом не услышим, потому что такие вещи скрываются. Ну, скажем, во всеуслышание о них не говорится. Но если мы будем наблюдать за парой евро с висе, мы поймем, случилось ли это или нет. Если пара в ближайшие часы, дни, до конца этой недели уйдет все-таки выше отметки 1.08, значит, без сомнения, валютные интервенции были проведены. И без сомнения нужно покупать пару с прежней целью 1.10 и стоп-лоссом, ну, к примеру, на отметке 0.770. Но это после того, как окажемся выше уровня 1.08. USDCAD, сейчас котировки у нас 1.3393. Мы вчера практически добрались до нашего уровня, с которого хотели снова купить валютную пару. Это отметка 1.3350, но, по-моему, минимум был 1.3352 или даже 51. В общем, не коснулись этого значения. Причины для ослабления доллара мы уже с вами перечислили. Их было достаточно. Возможно, укрепление канадца было преимущественным образом связано именно с той динамикой, которую показывал Бог. Но были все-таки еще и локальные факторы. Это данные по ВВП, но целых 0.2% нормальный показатель, учитывая, насколько плохая экономическая картина, МАХЭ экономическая, которая сложилась в Канаде в последнее время. И под вечер мы услышали выступление председателя Банка Канады Полоза, который отметил, что верит искренне, что цены на нефть очень быстро восстановятся и будут претендовать, в частности, по бренду на закрепление выше 55 долларов за баррель. Поскольку для Канады именно нефть является главным экспортным ресурсом, конечно же, от благосостояния высоких цен на этот ресурс зависит благосостояние канадской коммуники. Не так, конечно же, не в такой степени, как, к примеру, российской, но все-таки вклад серьезной энергетической коммунтуры, ценовая вносит экономику Канады. Если верить этим прогнозам, то да, канадская экономика сможет оправиться и канадец, соответственно, вырасти. Но пока я в это особо не верю. Поэтому мы ждем отметку 1.3350, чтобы снова залезть в длинную сделку и ждать уже отметку, возможно, даже 1.35 по паре USDK. Из важных отчетов сегодняшнего дня в 12.30 это PMI в строительстве. По Англии ждем отчета слабее прогнозов и ждем дополнительного давления на фунт. В 15.15 статистика по EDP, по рынку труда США, который отчет предваряет non-farm payrolls. В принципе, по статистике EDP можно будет судить о том, насколько хорошими будут non-farm payrolls. Я надеюсь, что статистика не подведет и доллар сможет оправиться от вот этого политического хорс-мажора и потрясений и набрать прежнюю высоту. Под прежней высотой я, конечно же, подразумеваю, как минимум, котировки против иены выше отметки 104.5. В 17.30 запасы нефти США ждем хотя бы частичного совпадения с оценкой американского института нефти и ждем дополнительного давления на бренд. И в 21.00 ставка ФРС и публикация комментариев по поводу перспектив денежно-кредитного курса. Здесь замыкающий аккорд. Я надеюсь, что этот замыкающий аккорд станет поддержкой также для американцев. Кодовое слово на сегодня. Корреляция. Величина бонуса 15%. Действует он до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. И, конечно же, нам будет о чем поговорить, потому что торговая сессия сегодня обещает быть крайне интересной и волатильной. Если есть вопросы, вы их можете задавать на форуме Amarkets либо использовать для этого канал на YouTube. Прямо под свежим брифингом оставляйте и ваши комментарии, и вопросы, которые вас интересуют. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Осталось пожелать вам только прибыльных сделок, попутного тренда и еще раз напомнить, что увидимся мы с вами уже завтра. Всего доброго. До свидания.